У меня давно созревал этот вопрос, но подобного подробного ответа я нигде не мог на него получить. Мне 20, я учусь на 4 курсе в университете по специальности электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов. Хорошая инженерная профессия. Мне осталось учиться еще полтора года и в дальнейшей перспективе я хотел бы переехать в США. Желание понятное. Собственно вопрос, насколько сейчас в Штатах востребованы подобные специалисты? Вы знаете что, так вопрос не стоит. Вот если ты в Штатах, если у тебя есть разрешение на работу, то в Штатах полно электропривода и всякой автоматизации промышленных установок и технологических комплексов. И ты не должен быть номер один в Штатах, чтобы получить эту работу. А ты должен быть, как бы сказать, ну там в 95% и глядишь, у тебя уже какая-то работа будет. Поэтому вопрос о том, есть ли спрос, да. Вопрос о том, соответствует ли конкретный там человек, Иванов, Петров или Сидоров, значит вот этому спросу и достаточно ли он как бы квалифицирован, чтобы получить работу. Ну, я думаю, что это надо смотреть на конкретного человека. Ну, конечно, надо какой-то английский и так далее. Не обязательно, это будет первая его работа, будет инженерная. Но со временем. Есть ли спрос на инженеров АСУ-ТП нижнего уровня программирования контроллеров, SCADA, Systems, частотные преобразователи? Да, конечно. И я бы сказал, что программирование контроллеров и всякие такие дела, это уже мало отличается от IT. Он там дальше по ходу вопроса говорит, что это не IT, это близко. Каков средний уровень зарплат? Бессмысленный вопрос про средний уровень зарплаты. Потому что единственное, что вас реально интересует, это сколько вы получали бы, если бы вы приехали сюда. И диапазон, может быть, я не знаю, там от 12 долларов в час до, допустим, 70 долларов в час. Зависит от вашего опыта квалификации, где вы находитесь, как говорите по-английски и как можете себя продать. Вот, собственно, и все. Я понимаю, что специальность далека отойти. Нет, не безумно далека. Почему же? Не безумно, очень-очень близко. Может быть, вы что-нибудь слышали о работе в этой сфере в США. Еще раз, грин-карта есть один разговор, грин-карты нет, другой разговор. Без грин-карты на руках разговор о зарплате, разговор о востребованности, это не серьезный разговор. Потому что востребованность и зарплата это сиюминутно. Вот если я сегодня приеду, есть работа, потому что, может быть, через год будет кризис, или, наоборот, через год будет подъем. И через год будет совершенно другой ответ на вопрос о зарплате и востребованности. Поэтому, вот, как бы я не хочу через запятую, чтобы это шло, потому что надо точку поставить и сказать, разрешение на работу есть. Вот, собственно, и все. Есть разрешение на работу, без работы не останешься. Сколько ты получишь сразу, я не знаю. Честно сказать, мне абсолютно без разницы, сколько человеку дадут сразу. Если есть работа, если есть какой-то спрос, ну, так он там за пару-тройку лет вырастет до того уровня, на котором получают хорошие деньги. А сколько начинающему? А сколько должен получить человек, который из университета ни одного дня не работал? Что, что, ему, что должны что-то такое принести на блюдечке с золотой каемочкой? Вы задаете вопрос иначе, а что я могу делать, что я могу дать, что я знаю здорово, что я могу пойти и конкурировать с другими. И это и есть ответ на ваш вопрос. Есть ли спрос, есть ли зарплата, есть ли рабочая виза и так далее. Скажите, я что могу дать, я какого уровня специалист. Вот, собственно, и все. То есть, начинайте с этого, потому что это вы можете контролировать. Вы можете контролировать свои навыки, свой опыт, то, что вы изучаете и так далее. Вот это в ваших руках. Все остальное такое, все сумрачное. И самое главное, без разговора о том, откуда отсылось разрешение на работу, все остальное не имеет смысла. Очень часто на форумах, я хочу сказать, человек начинает какую-то конкретику, и ему говорит, послушай, у тебя же разрешения на работу нет. И там они обижаются, говорят, вот, я нет, но я интересуюсь. Очень хорошо, что ты интересуешься, но интересоваться надо в тех пределах, в которых есть смысл обсуждать тему. То есть, вот есть такие детали, которые как бы сию минут на одно, завтра другое, послезавтра третье. Нет смысла, нет, ну, по ситуации как бы бессмысленный вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!